Хоккейная межсезонья Хоккейный клуб «Амур» готов выдать пропуск в мир ледовых сражений Все про абонементы через несколько минут Неделя звезд КХЛ и кто родился у звезды НХЛ Об этом и не только в обзоре хоккейных новостей прямо сейчас На стиле континентальная хоккейная лига явила миру фирменное оформление И символику недели звезд хоккея, которая пройдет в Казани и Нижнекамске Оформление недели звезд разработано на основе традиционной символики и достопримечательностей Республики Татарстан Цветовая гамма фирменного стиля воспроизводит триколор флага региона В основу логотипа звездной недели лег архитектурный ансамбль, по которому Казань узнают во всем мире Очертания исторических зданий Казанского Кремля Спасской башни, мечети Кул-Шариф, дворцовой церкви заключены в еще один знаковый для республики символ – алый тюльпан Напомним, что звезды хоккея КХЛ, ЖХЛ и МХЛ соберутся в январе 2019 года Не YouTube, но тоже нужный ресурс Федерация хоккея России разработала видеопортал для тренеров и игроков сборных команд Для чего это нужно? Подробности далее В портале есть вся информация по тактике, ледовым и физическим упражнениям, а также питанию Он будет оперативно пополняться новыми уроками, видеонарезками с матчей и тренировок, данными по физическому состоянию игроков и другой информацией С помощью видеоресурса тренеры сборных смогут следить за развитием хоккеистов Каждый игрок будет подключен к порталу, через который будет получать все необходимые рекомендации Кандидаты в сборные команды смогут готовиться к главным турнирам по своим возрастам, чемпионатам мира, Олимпиаде в течение всего сезона Чтобы к моменту вызова в сборную полностью соответствовать ее критерию Юниоры Амура против сборной Японии Молодые хоккеисты из страны восходящего солнца приехали в Хабаровск на международный учебно-тренировочный сбор Товарищеский матч с серьезными амбициями в нашем репортаже На льду юношеская сборная Японии против Амура 2004 Хоккеисты из страны восходящего солнца сегодня играют в силовой хоккей Могут себе позволить визуально они более габаритные, чем хабаровские хоккеисты Многие из них старше тигров на год, а то и два Как результат – быстрые атаки и голы в ворота Амура У них хорошая техника рук Самое главное – они прям очень быстрые, могут обкатить нас на одном коньке Они больше упор делают на катании, на тренировках А вы? Ну, мы, у нас, грубо говоря, больше тактика Когда соперник физически сильнее и побеждает, правильная тактика может переломить ход игры Над хоккейной мыслью воспитанники детско-юношеской школы начали работать еще в июне Тренируются на льду и разбирают видеообзоры матчей с тренером Многие молодые хоккеисты прокачивают свои навыки с помощью онлайн-уроков от именитых мастеров Центр-форвард Андрей Круглов в прошлом сезоне набрал более 100 очков по системе гол плюс пас Говорит, что помог ему в этом Павел Дацук Мы собираемся и смотрим видеоуроки от игроков канадских, зарубежных Их стиль обводки, стиль бросков Чтобы тренироваться к этому, чтобы быть более успешнее в играх В этом межсезонье главным тренером Амура 2004 стал Сергей Ясаков Легенда хабаровского хоккея, экс-защитник Амура Он поражал болельщиков фирменным бронебойным щелчком Очень хороший тренер, очень грамотный Русская пушка, у него очень сильный щелчок Хорошо защитникам подсказывает нам большинство Мы теперь стали более грамотно играть в нападении Откат, как садимся, очень хорошо Ну, хороший тренер Сергей Ясаков уже несколько лет занимается развитием детско-юношеского хоккея Сейчас его основная должность – старший тренер Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур» За годы работы смог выстроить эффективную систему отношений с детьми и юниорами всех хоккейных возрастов Ну, дружеские отношения, я не знаю, потому что ребята уже взрослые Если с малышами больше объясняешь, показываешь То здесь, в принципе, больше уже идет тактического, технического направления тренировки в основном И, ну, эта команда уже, допустим, четвертый год, третий год Они уже под команду юношки хоккейной лиги Сегодня хабаровчане проиграли 1-4 Но поражение было более чем достойным А 24 августа на лед выйдет «Амур» 2002-2003 В субботу в Центре развития хоккея пройдет заключительный матч между юниорами «Амура» и сборной Японии Главный трофей НХЛ завершил свое путешествие по нашей стране Российские игроки Вашингтона сделали все, чтобы пребывание Кубка Стэнли на их родине запомнилось навсегда Евгений Кузнецов – знатный выдумщик Кубок Стэнли он повез в родной Челябинск Там показал его на матче между Трактором и Магнитогорским Металлургом Но Кузнецов этим не ограничился Уже на закрытой вечеринке наполнил кубок пельменями и навернул их прямо из чаши Пожалуй, такое с главным трофеем НХЛ приключалось впервые А далее кубок должен был отправиться в родной для защитника «Кэпиталс» Дмитрия Орлова «Новокузнецк» Но по ошибке улетел в Новосибирск Говорят, что рейс перепутали американцы, но это не точно Болельщики дождались и все-таки увидели кубок спустя 9 часов в Новокузнецке вместе с его обладателем Дмитрием Орловым Не слукавим, если скажем, что самый счастливый человек из русских вашингтонцев В эти дни это Александр Овечкин Он стал папой Дата рождения первенца максимально подходящая Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская родила сына Назвали Сергей Овечкин-младший унаследовал от великого папы цифру 8 Ребенок появился на свет 18.08.2018 года Кстати, мама Александра Овечкина, знаменитая баскетболистка, тоже играла под восьмым номером А вот спортивные журналисты уже подсчитали Сын Овечкина выйдет на драфт юниоров НХЛ в 2036 году Правда, пока неизвестно, захочет ли Овечкин-младший стать хоккеистом Время покажет Соперник и товарищ Овечкина Евгений Малкин тоже оказался в топе новостей И тоже благодаря детям Нападающий Питтсбурга теперь в книге рекордов Гиннеса Далее подробности Вместе с юными ребятами из московских хоккейных спортшкол Евгений Малкин вписал себя в книгу Гиннеса в номинации «Самая длинная хоккейная комбинация» Игроки должны были сделать не меньше сотни передач, каждая из которых не меньше девяти метров На обработку и следующий пас давалось не больше пяти секунд С этим успешно справились все В итоге участники рекорда сделали 109 передач в парке «Легенд» А завершил атаку точным броском-поворотом Евгений Малкин На все ушло 4 минуты и 15 секунд Хоккейный клуб «Амур» начинает выдачу абонементов на будущий сезон В континентальной хоккейной лиге Уже известно, что хабаровская команда в этом регулярном чемпионате КХЛ Проведет больше домашних матчей, чем в прошлом Как это повлияет на абонементную программу, об этом и не только в нашем следующем сюжете Сезонный абонемент на хоккей – это гарант того, что болельщик увидит все домашние игры регулярного чемпионата КХЛ Не нужно стоять в очереди за билетами в кассу и разыскивать места получше из тех, что остались за несколько дней до игры Сезонные абонементы на игры «Амура» в этом году не изменились в цене, но стали дешевле И вот почему В прошлом году у нас было 28 матчей, а в этом году у нас 31 матч в чемпионате Ценник остался прежним, матчей больше, следовательно абонемент в этом году стал дешевле Наиболее бюджетный вариант абонемента стоит 9450 рублей Приобретая абонемент, болельщик может сэкономить до 15% от суммарной стоимости билетов на место Как и в прошлом сезоне, при желании владелец абонемента имеет возможность оформить банковскую карту, которая одновременно будет являться и пропуском на матче Это альтернативный электронный носитель абонемента, что очень удобно, потому что бумажный блант мы оставляем дома, его храним на всякий случай и никуда не выбрасываем И пользуемся пластиковой картой, банковской картой, их три вида Мы ее прошиваем обязательно, в обязательном порядке перед сезоном, потому что даже те карты, которые были у болельщиков с прошлых лет и так далее и тому подобное Необходимо будет прошить у наших сотрудников при выдаче абонементов на этот сезон Иначе оно не сработает на вход 12 сентября В этом сезоне креативный отдел хоккейного клуба «Амур» полностью поменял внешний вид абонементов Конверт, в котором находится пропуск, содержит приветственные слова президента клуба Александра Могильного Сам абонемент стал вертикальным Такие, к примеру, выпускают в НХЛ К нему прилагается календарь игр с обновленным дизайном И еще одна ценная карточка для автовладельцев Машины паркуются в ближайших дворах, на дорогах, на парковке и так далее Очень часто люди заставляют друг друга И, в общем, вот эта штука, возможно, поможет найтись быстрее И, возможно, разгрузит пробки, которые будут после матчей В общем, нужно просто написать свой номер телефона, положить подворник И не только во время матчей, но и всегда ее использовать В «Платинум-арене» продолжается прием заявлений А с 23 августа специалисты клуба начали выдавать абонементы Напомню, что первая домашняя игра – 12 сентября И на сегодня это все Не пропустите эфир телепроекта про хоккей Ровно через неделю на телеканале «Губерния» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова